Всем большой привет! Пора показать вам пустые баночки и давайте сразу же приступим. Начнем, как обычно, с ухода за телом. Закончились у меня вот таких вот два крема. И оба они будут от Ифраше. Первая с ванилькой идет. Я не знаю, это миниатюрка или полная версия, потому что получала в подарок при заказе. И другая это лимитка 2020 года, точнее новогодняя лимитка. Отличный просто аромат. Крем мне безумно понравился. Это тот вариант крема, который нанесли и забыли, что наносили крем. То есть надолго хватает увлажнения. Что бы не сказал про этот крем. Он мне абсолютно не понравился. Плюс аромат настолько химической ванили. То есть это не та ванилька, которая для моего носа приятна, так скажем. Ну она, не скажу, что отталкивает, но тем не менее это не тот вариант ванильной выпечки, если можно так сказать. Ну вот. Вот это вот мне больше намного-намного понравился и по аромату, и по действию. Этот нет. По действию мне нужно было минимум 2-3 раза наносить, чтобы кожа рук комфортно себя ощущала. Следующее, что я закончила, это вот такое вот масло от марки Baby Love. Это миниатюрка, 50 мл. Вообще копейки какие-то стоило. Но меня тут очень состав привлек, потому что здесь много масел. На первых местах сразу масла идут, экстракт, камели, экстракт. Это камели у нас, постоянно забываю, ромашка вроде. А нет, хамамелис, камамелис это. Вот. И потом токоферол, парфюм есть также. Нежный аромат такой. Это масло я закончила, использовав его в сочетании с кремом для тела, потому что в последнее время мне очень не хватало увлажнения. Так вот, я перемешивала крем мой с этим маслом и таким образом закончилось. Очень неплохое, я сказала бы, масло. Купила бы по новой, наверное, нет, потому что у меня на данный момент еще много масел массажных для тела, которые я покупала на сайте iHerb. Поэтому пока в надобности к покупке каких-то масел для тела у меня нет. Далее переходим к уходу за волосами. Первое, что я закончила, это вот такой вот шампунь от Альверта. Мне все шампуни от Альверта нравятся, потому что после них у меня очень долго свежие волосы остаются. Это самый большой плюс. Нужно учитывать с этими шампунями то, что если у вас волосы не привыкли к натуральным боли с шампунем, и если они не привыкли к тому, что после шампуня вот это вот ощущение скрип остается волос, и, возможно, не будут хорошо расчесываться волосы, то вам обязательно нужно использовать с этим шампунем или кондиционер, или шампунь. Ой, шампунь. Маску для волос. Да, самостоятельно вы тогда не сможете этот шампунь использовать. Но не в моем случае, у меня натуральный цвет волос, поэтому я уже привыкла. В принципе, волосы у меня привыкли к таким шампуням, которые очищают именно до скрипа. Я, в принципе, к этому привыкла, поэтому могу этот шампунь использовать и с кондиционером, и без. Так, советую шампуни от Альверда. Цена качества шикарная. Стоит евро 95 всего лишь. Следующий, наконец-то у меня закончился кондиционер от Shea Monster. Почему говорю, наконец-то, потому что это самая ужасная упаковка, которую я когда-либо видела для кондиционера. Очень неудобно даже с помпой. Так тяжело выходит этот продукт. Плюс его там, смотрите, совсем немножко осталось, но я уже не могу мучиться, потому что мне нужно выкручивать и доставать это средство так вот, знаете. Настолько это неудобно. Они слишком-слишком густой кондиционер сделали. Вот это просто невероятно. У меня шампунь уже давно закончился, я его в панночке вам показывала. И я хочу сказать, что ничего какого-то сверхъестественного не увидела от этой марки Shea Monster, потому что я слышала очень много хвалебных отзывов. Но на меня прям какого-то вау впечатления не привлекли, если можно так сказать. Вот, возможно, именно эта серия мне не особо подошла. Плюс аромат, я думала, что будет поприятнее, потому что я в ТК Макс видела другие версии от Shea Monster. И там мне больше аромат нравился. Это тоже неплохо, но не то, что я прям люблю. Сладкий такой запах, именно перемешка меда, йогурта, экстракт йогурта и мафура ойл. Я не знаю, что за мафура ойл. Но кондиционер я точно не хочу у них больше покупать, потому что это нереально очень тяжело. Когда у вас еще мокрые в руки, а если они еще мыльные, допустим, случайно, то очень тяжело с этим средством пользоваться. То есть это упаковка, я имею в виду. Далее переходим к уходу за лицом. Многие у меня после видео, когда я тестировала пудру от L'Oreal, спрашивали про мой уход. У меня на прошлом канале есть такое видео. Обязательно внизу ссылочку оставлю. Можете посмотреть именно уход за лицом, утренний уход. В принципе, вечерний у меня как таковой не отличается. И как раз-таки в этих пустых баночках вы увидите те продукты, которые я использовала вечером. И вот они у меня уже закончились. Единственное, остался еще один крем. Что хочу сказать по уходу за лицом. У меня действительно кожа в отличнейшем сейчас состоянии. Да, у меня бывают вот такие вот покраснения вот тут вот на межбровной части лица. Также иногда выскакивают прыщи, но это перед, сами знаете, какими делами. Но в целом у меня состояние кожи реально хорошее. Практически мне не нужно, не практически, а можно и не наносить тональную основу. Но я так не могу, потому что макияж глаз незавершенный выглядит. Я вам уже не раз говорила, если у вас кожа лица полностью голая, нужно ее выравнивать румяными, бронзерами. Ну и, конечно же, легким тинтом на лице или тональной основе, кто чем пользуется. Что хочу сказать. Кожа у меня изменилась именно, во-первых, это из-за корейского ухода. Во-вторых, из-за того, что я очень много антиоксидантов пью, антиоксиданты ем, пью, именно внутрь я принимаю. Много воды стараюсь пить, хотя не так часто получается, но стараюсь много воды пить. И плюс при уходе за лицом очень важно, чтобы вы, не важно, корейский уход будет у вас или нет, обязательно присматриваясь к продуктам, которые содержат в себе витамин С и антиоксиданты. Тогда вы увидите, что у вас кожа будет меняться. Плюс также включите в свой уход, как они называются, кислоты. Вот, кислоты просто нереально круто выравнивают тон лица, вообще выравнивают цвет лица. Реально, кожа, слава богу, в хорошем состоянии у меня сейчас, действительно, я очень рада. И давайте быстренько покажу продукты, которые у меня закончились. Первая от Миши, это первый этап эссенции, Time Revolution, их знаменитая линейка, там у них и тонеры есть, и эссенции, и первый этап эссенции, и обычные эссенции. Мне этот продукт понравился, здесь в составе идет полынь, поэтому я и заказала эту эссенцию, плюс слышала хороший отзыв, хотелось попробовать, действительно, классный первый этап нанесения на лицо, когда вы только-только помыли ваше лицо, наносите именно этот тонер. И вообще, я так поняла, что не важно, как называется у вас тонер, главное, чтобы он был жидкий, вот прям как водичка, потому что после того, как вы помыли лицо, то у вас лицо достаточно такое сухое, и вам нужна именно водянистая текстура, чтобы кожа прям впитала ее мгновенно, поэтому вот такие вот тонеры жидкие в этом плане очень хорошо подходят. Далее у меня закончился именно вечерний уход, это вот такая вот пара, значит здесь у меня витамин С в составе, как уже говорил, витамин С помогает для того, чтобы выровнять кожу и привести ее в порядок. Неважно какой витамин С, сказать, что я хотела бы приобрести снова этот витамин С, нет, но мне понравилась текстура этого средства, потому что она достаточно легкая, хорошо впитывалась, не оставляла никакой липкости. Крутая штука, но купить специально эту, наверное, нет, не знаю, что-то, наверное, особенное должно быть в этом продукте, чтобы я его захотела по новой купить, а так неплохо, говорю же. И следующее средство я закончила, это вот такой вот сером ампула, называется лифтинг ампула. У меня еще крем остался из этой линейки, что мне не понравилось. Мне не нравится после этой эссенции ощущение липкости, но я думаю, что какой-то не эссенции, почему эссенции, говорю, это уже ампула сером более, после эссенции наносила я этот сером. Вот эта вот липкость оставалась, но думаю, что какой-то эффект лицу давала, не могу точно сказать, потому что столько средств я в одно время открыла, и поэтому какое из них работает в какое русло, да, точно не знаю. Покупать по новой не буду, потому что из-за того, что липкость остается, но кожа сразу такая увлажненная, знаете, вся сияющая после этого серома. У меня еще крем из этой линейки, это, кстати, ибиденон, я о нем вам рассказывала. Ну да, больше нечего давать. Про крем я потом вам расскажу. Крем мне тоже не очень понравился, потому что очень неприятные ощущения на руках остаются, но это я уже в другом видео расскажу. И последнее, что я закончила, это вот такой вот крем от Niagen. Новинка в прошлом году, в конце года вышла, в 2020. Мне этот крем очень понравился по текстуре. Такое нежное, легкое, как суфле, можно сказать. Так, там ничего нет, поэтому невозможно показать. Единственное, аромат отталкивающий. Если бы он немножко более мягкий, более нежный был, я, наверное, приобрела по-новой этот крем, потому что действительно очень-очень легкий, быстро впитывается, никакой липкости не оставляет, и кожа реально такая сияющая остается после этого крема. Кстати, этот крем идет с пробиотиками. Так что, вот. Такая миленькая упаковочка еще. Здесь объем, кстати, 50 миллилитров, а кажется, больше, да? Тяжеленькая такая баночка, несмотря на то, что пластиковая. Потом, по уходу за лицом, закончила вот такую маску, закончила. Сделала себе, наконец-то, после, я не знаю, сколько времени, прошло, наверное, полгода, может, год, вот такую вот масочку от Dr. Chert, что у нас это... Это одна из знаменитых масок, подпала в магазине TK Max, увлажняющая. Ну, хорошее увлажнение дает, сказал бы, что-то вау, нет. Единственное, мне понравилось, что я вечером делала эту маску, и на утро кожа просто нереально мягкая, увлажненная. Она прям напитанная еще была. Я думаю, что это эффект именно от этой маски было. Когда я, кстати, утром умываюсь, я прям умывалась, я прям ощущала, как у меня смываются еще остатки этого серума, что там внутри смешано, да? Просто. Вот это вот мне эффект понравился. Но куплю ли, не знаю, потому что я так редко сейчас масками такими пользуюсь, поэтому не знаю. Очередной спонжик, который стоит 50 центов от Essence, закончился. Ну, как закончился уже 2-3 месяца пользуюсь, поэтому нужно менять. Я вам говорила, коньяк спонжей просто необходимый при очищении лица вечером, когда у вас после тональной основы, да? Ну, конечно же, сначала вы гидрофильным маслом проходите, но еще, чтобы такой нежный пилинг сделать лицу, я использую всегда спонжик. Именно вечером, утром, конечно же, умываюсь. Обычной водичкой и руками. Далее, что у меня закончилось? Это от Примавера масло, апельсиновое масло. Я тут хотела им воспользоваться. Вдолюю думаю, что? Уже закончилось, представляете? Надо будет мне как-нибудь закупиться маслами, в Мюллер сходить. Ну, блин, акций у них не бывает. Может, в интернете где-нибудь найду. Очень люблю эфирные масла. А, кстати, я эфирные масла также добавляю, когда мою пол, для того, чтобы стоял приятный аромат в доме. Вообще, просто обалденно. Ну, в зависимости от того, что я хочу, использовала вот это вот апельсиновое масло и также лавандовое. А иногда хотелось чего-то такого антисептического и брала масло чайного дерева. Вот. Чтобы мыть пол, еще раз скажу. Ну, вот так эфирные масла я в основном использую для того, чтобы делать маски для волос. Ну, и последнее, что я закончила, это вот такая вот тушь от Eiffreche. Помните, я себе купила 3 туши, 4 евро всего лишь стоило. Ну, такая хорошая акция, я не могла пройти мимо. Это моя любимая серия Feel Stronger. И хочу сказать, что это отличается тушь от той оригинальной в черной упаковке, потому что, во-первых, каким-то толстым слоем наносится, не разделяет реснички. Вообще, как будто бы это совсем не та тушь, которой я пользовалась до этого. Как будто сюда налили что-то другое. Вот, что я хочу сказать. Возможно, из-за этого такая акция была на них. Не знаю. Мне она абсолютно не понравилась. Но я надеюсь, что это какой-то брак. И следующие два, которые у меня в запасах лежат, будут лучше, чем это. Хочется на это надеяться. И это все, что я закончила за прошлый месяц. Надеюсь, вам понравилось видео, и оно было информативно и полезно для вас. Если да, если вам несложно, подержите меня пальчиком вверх. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok